А поясните еще, пожалуйста, вот такое понятие, что говорят «Бог единый». А как, вот я не могу тоже понять одного, что, допустим, какие-то классы, они там поклоняются своим кем-то идолам, и вот разные там буддисты, допустим, католики. Так. В чем он заключается вот так, что такое высказанное? Бог единый, а вот… Вера. А множество вер? Ну да. А, ну множество вер. Ну вот видите перед собой человека, который сейчас вам так? Вижу. Вот видите так. И вот, представляете, оценки очень разные. Одни говорят «Ой, какой хороший, какой интерес». Другие говорят «Еретик несчастный, как только земля его терпит». Да, он то-то, то-то и то-то. Странное дело. Один человек – осуждение прямо противоположное. Что ж такое? Так вот, таким же образом чувство Бога есть. Всегда было в истории человечества, всегда оно было. Чувство. А как только мы это чувство начинаем выражать в образах, так здесь уже, здесь уже начинается творческая работа. То два Бога – добрый и злой, то множество Богов, каждый из которых заведует своей функцией и так далее. Творческая работа. И совсем иное дело, иное дело, когда, поскольку Бог есть, то Он иногда, когда в этом есть возможность, есть люди, способные к восприятию, открывает себя людям. Поэтому есть религии естественные, о которых я вам сказал, вот, когда они создают свой образ Богов. И есть религия сверхъестественная, когда мы говорим об откровении Бога. Вот, когда мы говорим о христианстве, то этим самым мы утверждаем, вот, что здесь мы имеем дело с откровением божественного миру. И к этому, кстати, утверждение, есть полные основания. Вот, есть основания, но это уже отдельный вопрос. Да, есть объективные основания, по которым мы можем действительно прямо говорить о том, что христианство – это не порождение творческого разума людей, а что это есть действительно только сверхъестественное откровение. Невозможно было такие истины придумать людям. Нигде, тем более, что мы знаем, кто были проповедниками. Апостолы – не очень-то грамотные люди. И вдруг они о таких истинах, вдруг в Евангелии написали о таких вещах, которых нигде в то время не было. Христианство родилось в Иудее. Абсолютно этого не было. В Римской империи нигде этого не было. И вдруг они это говорят. Говорят, это такие вещи. О Троице Бога, в частности, о Христе, как Бога-человеке. О понимании самого человека. Это целый ряд таких истин, которые нигде не было. И второе, это с одной стороны. С другой стороны, доказательством тому, что это действительно была религия, не выросшая из творческой деятельности людей, то, что и в Иудее евреи тот же враждебным образом отнеслись. Распяли Христа и начали взялись за его учеников. Ни Рим не принял то же самое. Начались гонения на христиан. Хотя все религии были дозволены. В Римской империи, подумайте, все религии были дозволены. И вдруг почему-то христианство – недозволенные религии. Подумайте только. Это же любопытнейшая вещь. С какой стати? Говорят так, что христиане не приносили жертв императорам. Кажется, аргумент. Правда же? Безбожники. Не аргумент. Почему не аргумент? Иудеи никогда не приносили жертв императорам. И против них гонений не поднималось. Христианство было объявлено незаконной религией. Иудейство тут же рядом существовало. Представляете? Чем объяснить? Если бы христианство было порождением земли, оно было бы одной из прочих религий. Спокойно поставили бы статую Христа в пантеоне в римском. И живите себе на здоровье. Нет. Христиан коль вам. Так что вот эти религии естественные явились ничем иным, как вот таким порождением творческой религиозной деятельности людей. И поэтому там мы находим множество вещей таких в смешанном сочетании. Есть вещи здравые подчас, разумные. И есть неизвестно что. Когда наделяли богов, например, всеми страстями человеческими. Пожалуйста. Наделяли богов. Вот до какого извращения могла дойти религиозная мысль человека. У нас этот процесс, этот процесс со всеми религиями происходит. У нас, например, я однажды на лекции, вот такой лекции в одном храме, просто строго очень спросил у всего народа, кому надо молиться от пьянства. Все сразу ответили дружно. Неупиваемые чаши. Я сказал правильно. Не вздумайте молиться перед Казанской, или Иверской, или Владимирской иконой Божьей Матери. Только неупиваемые чаши. Пожалуйста, вы чувствуете, куда мы идем? Вот в чем нас протестанты обвиняют. Что, оказывается, мы уже что делаем? Одну Богоматерь разделили. Эта икона, только перед этой иконой. Один из духовников в лавре говорит, кто хочет выйти замуж или жениться, 40 дней читайте Акафист по крову Божией Матери. Не вздумайте какой-нибудь другой. Перед какой-нибудь другой иконой. Ничего не получится. Вы слышите, куда мы идем? Не молитесь там Богу, не молитесь Божией Матери, а по крову только читайте. Подумайте, что происходит. Вот оно как. За внешний, за вот это, как здоровое ядро христианства, оказывается, может вот такими вещами разлагаться. Что сделать? Что сделать? Вот то-то, то-то, то-то. И у вас будет результат. Все христианцы обращают внимание на что? Человек, пока ты не изменишься внутри, ты ничего не достигнешь и ничего не получишь. Внутри христианцы обращают внимание на внутренний мир человека. Язычество оставляет человека нетронутым, а главное, что сделать? Сколько раз прочитать то-то? Что нужно сделать это? Куда обойти, куда съездить, чем помазаться и так далее. Вот что самое главное. А я, каким был, таким остался.